Пожарная машина у ЦДК сегодня вовсе не означает, что здесь чрезвычайное происшествие. Это аппарат новой техники в честь профессионального праздника. Конечно, за 364 года она очень изменилась, но неизменными остались риски, которые таит в себе эта профессия, и мужество пожарных. Горжусь, что я работаю столько лет в этой специальности, горжусь своими друзьями, своими коллегами. Какие бы они пожарные охраны не работали, военные, как бы сейчас гражданские, они все, я могу сказать, герои. Потому что, когда люди убегают, мы, наоборот, спешим туда и делаем свою работу. Хотелось бы поздравить всех, поздравить здоровья, успехов, семейного, особенно благополучия. Школьникам, которые пришли на экскурсию, сегодня можно было не просто приблизиться к пожарной машине, но и забраться наверх по пожарной лестнице и даже покрутить руль мощного автомобиля. Некоторые примерили боевую одежду пожарного, боевку, но, круче всего, надеть на себя специальный теплоотражающий костюм 200. Он предназначен для работы в зоне высоких температур. Костюм выдерживает температуру около 200 градусов. Не было отбоя от желающих научиться обращаться с установкой игла, который тушит небольшие возгорания. Но самые интересные сюрпризы ждали ребят впереди. Пожарные продемонстрировали им проведение работ по спасению пострадавшего ДТП, разрезая автомобиль гидравлическими ножницами, а затем тушили условный пожар. После практического урока сотрудники подразделения пожарной охраны принимали поздравления с профессиональным праздником на торжественном мероприятии. Ты просто шел в огонь, засыпал в огонь, ты просто шел в огонь, работа есть работа. Обращаясь к виновникам торжества, Игорь Гусаров отметил, что пожарная охрана – это сегодня самая оперативная структура экстренной помощи. Только в прошлом году силами этих людей потушено 166, и уже в этом году 38 пожаров. Свой высокий профессионализм вы ежедневно показываете при ликвидации всевозможных возгораний и пожаров, делая минимальными их последствиями. Сотрудники подразделений пожарной охраны принимали многочисленные поздравления от городских властей, депутатов, администрации соседних городов и, конечно, от своих старших коллег-ветеранов. Друзья, родные, дочери и сыновья, я поздравляю всех солдат, офицеров, полковников, подполковников, с вашим праздником, потому что я сам работал, и в армии служил, и ровняю вашу работу точно так, как в армии. Около 40 сотрудников противопожарной службы города Белова сегодня получили заслуженные награды и звания.